Эта скульптура, заяц, меня очень вдохновляет, потому что она прекрасна. К тому же она в некоторой степени символизирует мою жизнь. Мне кажется, что мы с Йонасом бежали, как бегут всю свою жизнь два зайца. Для меня это целое путешествие, а не просто пробежка. Мог ли ты когда-нибудь представить, что мы кардинально изменим жизнь стольких людей? Когда мы с Йонасом бросили работу и начали продавать косметику, все только говорили, вы совсем сошли с ума, что с вами случилось? Когда мы пришли домой, родители не были в восторге. Мама сказала, Роберт, если ничего не получится, вы вернетесь домой и будете жить в своей детской комнате. Время от времени здесь можно было встретить оленя, а иногда кроликов. А иной раз сюда слеталось очень много птиц. Старший брат говорил нам, вы слишком избалованы. Вам надо больше бегать. После чего он устраивал нам соревнования. Они заканчивались долгим подъемом в гору, который ввел прямо к нашей двери. В молодости мы очень любили соревноваться. Позже, когда мы основали общее дело и создали «Орифлейм», этот дух соревнования был чрезвычайно важен. Эта фотография сделана на самой первой нашей встрече. Тогда нашу косметику продавали не больше 20 девушек. Это Роберт. Здесь он произносит одну из своих пламенных речей. У нас были общие заботы. Как видите, мы порядком переживали за наше дело. Как и в любой компании, первые пять лет дела шли не совсем стабильно. Мы балансировали на грани фола. Мысль о банкротстве была настолько ужасной, что мы не хотели и думать об этом. Мы привыкли бороться. Это заложено у нас в генах. Кроме того, наша культура, характер нашей деятельности увлекал нас безмерно. Мы пригласили в компанию людей, которые тоже никогда не сдавались. Помнишь Тамилу? Да, наш русский двигатель. Это была удивительная женщина. Она стала символом успеха в Эрифлейме. Ярким примером того, чего можно добиться, работая вместе с нами. Встречи со всеми этими людьми невероятно вдохновляли нас. Они говорили, что им не хватает уверенности в себе, что они не могут разговаривать с людьми. На что мы отвечали. Вы не поверите. Когда мы встретимся через год, вы станете лидером и будете стоять на сцене. Кто-то продает сигареты, алкоголь, автомобили. Все, что угодно. Прекрасно. Мы же продаем мечту и предлагаем возможности. Мечта становится реальностью. В жизни появляется смысл. Прекрасно. 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 Прекрасно.